Ну что же, вновь мы вам говорим с добрым утром, наши уважаемые зрители. И напоминаем, что вы смотрите программу «Наше утро» в студии Марина Дед, Степан Арефьев. И сегодняшняя тема эфира... День новых правил. Да. 4 августа появилось новое правило, кстати, согласно которому теперь зарегистрировать купленную машину можно будет через производителей или непосредственно в салоне официального дилера. Это избавит россиян от необходимости переезжать в ГИБДД. Ну, продолжим тему в студии. У нас в гостях Николай Живец, председатель Челябинского областного отделения Всероссийского общества автомобилистов. Доброе утро, Николай Иванович. Доброе утро. Ну вот в чем суть нововведения вот этого? Ну, само нововведение было принято федеральным законом ровно год назад. И сегодня, ну, 4-го числа должно было вступить в силу, но получилось так, что не готовы к этому оказались ни МВД, ни дилеры и отложили конкретно вот это нововведение до 1 января следующего года. И вот там новые номера, новый ГОСТ, вот это отложили даже на целый год. То есть только 4-го августа следующего года мы увидим новые номера. Новые номера. Да, тогда ГОСТ станет обязательным. Ну, хорошо. Ну, а вот то, что касается, допустим, вот этого нововведения, которое сейчас отложили до 1 января, да? Давайте, да. Что можно зарегистрировать у официального дилера, что это прям действительно так будет? То есть ты приехал, купил машину, сразу ее там зарегистрировал на месте и поехал домой? Да, это очень удобно. То есть исключится въезда без номерных знаков. Единственный минус здесь, да я не думаю, что вот он очень серьезный, то есть понятно, что все это не бесплатно. Он совсем не минус, может быть, это даже плюс. Но с другой стороны, дилеры, в общем-то, проводят такие акции, и я не исключаю, что, может быть, даже все это будет, скажем так, как бонус. Но, конечно, вот это вот удобно. То есть это однозначно удобно, когда новый автомобиль выезжает сразу с номерами. А насколько это удобно дилерам? Ведь это лишняя работа, это хранение знаков, это лишняя документация. А если они это будут делать бесплатно, представляешь, сколько к ним будет народу идти? Да, либо это как бонус, либо это дополнительный заработок. Потому что и те конторы, которые будут изготавливать, то есть знаки номерные, те тоже будут зарабатывать. Ну а по поводу номерных знаков, хоть вы и сказали, что на полтора года практически откладывается новый законопроект, вообще в чем сущность новых номерных знаков? Это новые степени защиты или новые размеры, новая картинка? Ну, конечно. Дело в том, что и сейчас существует проблема, она частично решается. То есть автомобили завозят из разных стран, и на мотоциклах там свои знаки. То есть всего будет 10 типов номерных знаков по каждому виду транспортных средств, в том числе и сейчас, наверное, 4. 4? Ну, вот так не могу сказать, но серьезное увеличение. И легче будет. То есть сейчас же камеры читают, то есть все это будет разрабатываться. Это целый комплекс работы на будущее. То есть здесь будут привязаны программные обеспечения по видеокамерам и номерные знаки. Ну, все для удобства. В преамбуле закона написано в целях защиты прав собственников. Ну, да, на самом деле иногда проблема просто поставить номер на машину, потому что крепежи как минимум не подходят, да? Если автомобили редкие, так вот это. Но вот если, допустим, какие-то частные компании будут изготавливать вот эти номера, не возникнет ли каких-то неразберих? Вот для того сейчас и отложили, потому что и люди, которые, например, проводят сверку. Вот у дилеров это будет целая служба. Ну, может быть, не служба, я громко сказал служба. Но должен быть достаточно компетентный человек, который будет проверять всю документацию. С новыми автомобилями, конечно, проще. Они получают их с завода-изготовителей. В принципе, речь-то идет о новых автомобилях. И там особых проблем быть не должно. Но требования наверняка разрабатывает ГИБДД. И вот я уже побеседовал. Требования, в общем-то, повыше, чем даже к сотруднику ГИБДД, который проводит сверку. И нужно подготовить документы, по которым будут учиться. Нужно разработать требования. И самое главное, нужно разработать какое-то положение о взаимодействии МВД и вот этих вот дилерских центров, чтобы все было хорошо, все было правильно. А вот в связи со всем этим любой автовладелец задаст вопрос. А цены-то повысятся на номерные знаки? Ну, сегодня, насколько я знаю, установлен предел федеральной антимонопольной службы в 3 тысячи рублей. Но так как сегодня еще и спроса особого нет, потому что все мы получаем номера в ГИБДД, заплатив государственную пошлину 2 тысячи рублей. То есть сейчас мы можем просто поменять поврежденные номера без всяких проблем. И цена вот сейчас около полутора тысяч. То есть где-то даже акции, это за два номера. Где-то даже акции там кто-то. Ну, то есть сейчас вот там свободный рынок и работает кто как может. И посмотрим, что будет после введения. Ну что же, мы надеемся, что все пройдет хорошо. Надеемся, у вас и в вашем обществе не возникнет никаких проблем. Все автовладельцы спокойно будут получать новые номера. Большое вам спасибо за это. Да и регистрировать свои автомобили прямо на месте, да, при покупке. Вот такое новое правило, ну, к сожалению, с сегодняшнего дня начнется с 1 января 2020 года. Спасибо большое, Николай Иванович. Спасибо большое, но я напомню, что у нас в студии был Николай Живец, председатель Челябинского областного отделения Всероссийского общества автомобилистов.